Суркис рассказал о старте «Динамо» в новом сезоне УПЛ. Футбольный клуб «Динамо» Киев удачно начал новый сезон в украинской премьер-лиге. Однако, по словам президента клуба Игоря Суркиса, команда пока не находится в оптимальном состоянии. Об этом он рассказал в интервью программы «Про футбол». Также он сообщил, что летом на НСК «Олимпийский» был постелен новый газон. Мы вместе сделали этот газон с «Шахтером». Такой же газон мы сделали на стадионе «Динамо» имени Лобановского. Такие же поля сделаны на базе, сейчас. Делаются в Дю США. Инфраструктура нужна всегда, дети должны тренироваться на хороших полях, рассказал Суркис. Среди прочего президент «Динамо» также ответил на вопрос о нашумевшей ситуации с арендой большой группы молодых игроков в Одесский Черноморец. «У нас нет никакого фарм-клуба, нельзя сравнивать с Мариуполем. У Черноморца действующий президент, который десятилетиями вкладывает деньги в клуб. Он выбрал такой путь развития. Пригласил Мороза, который как тренер пригласил футболистов. Если бы мы хотели сделать Черноморец фарм-клубом, мы бы отдали туда Булицу, Русина и многих других игроков основного состава, чтобы они составляли конкуренцию», отметил он. В то же время, по словам Суркиса, главный тренер Одесского клуба Юрий Мороз считает, что он вдолгу перед молодыми ребятами, которых он воспитал. Он хочет вывести их на новый уровень. Поэтому он их взял, и он уверен, что Черноморец и эти ребята будут прогрессировать. «Если у президента Климова будет желание выкупить каких-то игроков, мы не будем возражать, пускай выкупит на постоянной основе», – добавил президент Динамо. Напомним, 8 августа Динамо на выезде в напряженном матче победила Луганскую Зарю со счетом 2-1 в рамках третьего тура украинской премьер-лиги.